У нас гостя. Гостя? Нет, я уже права. Права, не знаю. Действительно, права, костальника. Сегодня отец Артемий заработал в 17-й школе. Я была на уроке. Это долго рассказывает мои впечатления. Я уже коллегам своим методистам рассказывала. Потом отец Артемий общался с ребятами в школах интерната в селах Краснореченской. И сегодня мы общаемся с ним, в педагоге. Это представители у нас тут в педагоге детского сада и школы. Я права, не знаю, перечислять ли все? Нет. Дело в том, что когда перечисляют регану, после этого вы, как индюк, попадаете куда? В суп, а кур куда? Петуха в щит. Вот не в щит. А в щит. В щит. В щит. В щит. В щит. Как кулярка, оказывается король голый, поэтому лучше начнем по-скромному, а закончим на наше. Все равно я хочу сказать, что отец Артемий не учитель. Он не сказал. Сказал? Уже похвастался, не дал ли мне. Нет, нет, это уже молвало. Молвалось? Я пошла потешевле. Дорогие друзья, мне действительно очень радостно завершать завершать общение с гордой моей мечты в Дальногорске. Завершать здесь, под сенью, это заведение, как называется? Ума-Центр. Ума-Центр. А? Ума-Центр. Ума-Центр. И я кратенько представлюсь все-таки по окончании Московского университета филологического факультета вот воспоминания о Ходневом подарка вам везли, но кто на первой партии уже получил бонус для повышения толсты, альмунатор Московский университет у меня есть биографические книги. Вот одна из них о нашей студенческой паре. Как молоды мы были, как искренне любили. Я чувствую, что вам сразу понравилось. Пожалуйста. Вот. И став учителем русского и декабря и литературы в далеком 1900 даже не могу вас расстраивать, когда это было. В 83-м году с тех пор я не расстаюсь со школой в течение нескольких дней в неделю в разных учебных заведениях скромно дружусь, ну, как и присутствующие здесь все мои коллеги. И, конечно, я не имею права и даже не ставлю перед собой задачей что-либо с высокой колокольни декларирует и сам чат, хотя то, что вы раскрыли уже для записи дневниковых ваш кандуин и вооружились ручкой, меня это ко многому обязывает. Как называется новлес, он для их положения обязывает. но сегодня я хочу просто поделиться с вами необходимыми важными и дорогими для меня мыслями, относящимися, которые относятся к воспитанию прежде всего и, конечно, к преподаванию вовсе не одних основ духовной культуры, но и светской этики, да и всякого предмета, который ты как предметник, как специалист оседлал словно пегаса крылатого с тем, чтобы прийти к детям с добрыми помыслами и намерениями к касту, которое ты накопил и копишь и накапливаешь до центра дистину, с лучами продолжаешь учиться, это как раз мой первый тезис ставить его на чек, и ладно, мне сейчас вам напишу, и там и зрячек послушать, с лучами мы учимся сами. И сегодня общаясь с вашей милой молодежью, это было что-то восхитительное, если без шуток, во второй школе со старшеклассниками сидели сидели десятикласснички с глазами какую-то скубанной от лицей в загубе дыхания сперла, но так как пасюшка это не чучело огородное и не фантомас и не дядька черномор, а человек весьма общительный и живой, я вам даю вас убить, то мы действительно не хотели расставаться расставаться с учащимися и наша школа это отражение общества, наша школа это кузница, выражаясь таким формальным языком, кадров, это тот дом знаний, выйдя из которого наши дети действительно призваны уже обрести свою гражданскую позицию, сделать свой выбор, поэтому мы учителя это офицеры боевые при том и самое, наверное, обидное и горькое относиться формально к тому высокому призванию, о котором нам вновь напомнила Ольга Юрьевна Васильева, новый наш министр образования, это просто чудо, что явилась сама, я помню, чудное мгновение, передо мной явилась ты как мимолетное видение, я бы сказал долгожданное видение, как генечистой красоты, потому что, простите, Фурсинки и Ливановы, профуковавшие лучшую в мире систему образования российсоветского и еще прежде царского образования, превратившие нас в каких-то официантов, которые обслуживают клиентов, предоставляют образовательные услуги, а воспитательных помолчил, конечно, сегодня время судьбоносное, время вовсе неформального общения взрослых между собой, детей и взрослых, но нужно стараться, на мой взгляд, общаться от уст, кустам, от сердца к сердцу, глаголом сжечь сердца людей, вставая страна огромная, на последний решительный бой. Не слишком я пафосно выражаю, нет? Вы меня принимаете и понимаете, так это же счастье, говорят, счастье это когда тебя принимают и понимают, я с вашего позволения могу сразу подарки отдавать, у вас такая добрая улыбка, мы в Москве живем среди статического электричества, и мне хочется преподнести вам последнюю книжечку, которую я назвал эту книгу «Открытый жанрик», «Размышления священника над мальчиком праведными Александра Сергеевича». Кушкина, вот видите, каменный гость, вот тут Донна Павня, а вот Донгуана, ах, это Донгуана, для мужчин большой звук. И не откажись, вы первая леди дальнегородства, которая получает этот волос для положения дома, только третья движет. Не отдам. Спасибо. «Действительно время не просто собирать камни, но время делиться важными, самыми глубокими, нравственными истинами, как говорят, сеять разумное, доброе, вечное. Вы практически что-либо с ним? Я просто не могу как юла обращаться. И мне кажется, совершенно напрасно скрещивать копья между основами духовной культуры и светской этикой, и батюшкам не надо волноваться, и директорам нервничать, потому что важно не то, что ты преподаешь, а важно, как ты это делаешь. И если фосфор там как-то мерцает, то становится ясно, это моя любимая мысль, что все проявления и условности, именуемые правилами бом-тон, я вам запишу, это вот так и уже будет. Бом-тон, бом-тон. Правила хорошего тона, светская этика, они суть воплощения и выражения того, что наполняет твое сердце, если взять духовную культуру как вертикаль, как несущую конструкцию личности, то правило светской этики это ветви с листой, плодами, цветами, и поэтому безусловно мы педагоги руководствуемся принципом не навреди, мы с вами не пропагандисты, которые что-то вталкивают в человеческую душу, мы не воздействуем на подсознание как экстрасенсы, но мы действительно из глубин души должны вынимать эти драгоценные камни, нравственные понятия чести, долга, верности, любви, ответственности, с тем, чтобы по закону сообщающихся сосудов, а уровень жидкости, как известно, у них одинаковый, инъецировать, делать такие инъекции детям в профилактическом плане, чтобы они не повторяли хотя бы наших собственных ошибок и были готовы к вызовам современности. Тут мне по пути сюда стали шептать на ухо «Батюшка, в Дельногорске народ очень такой осторожный». Ну, это правильно. Говорят, подозрительность – это грех, а осторожность – это добродетель. Наивность – это недостаток, а невинность – это сильная сторона вашей личности. И многие не опасаются, что всякие дисциплины, связанные с православием, каким-то образом будут посягать на суверенитет, на свободу слушателей. Вы знаете, в русском народе есть прекрасное присловие «благодать не насилует». Саша, позаверил, третий тезис я вам напишу. «Благодать не насилует». Или, как говорили раньше, это все у меня на чистом энтузиазме. Все, вас «благодать» не насилует. Нет, глагола пишем, конечно же, раздельно не насилует первое снижение. Нет, я здесь не знаю, одного более. «Благодать не насилует». В каком отношении мы это с вами произносим, говорим? «Благая весть о вечной побеждающей любви». Обратите внимание, видите, батюшка носит символ христианства, распятие Спасителя. Вот она, распятая и воскресшая любовь. И невольник, небоговольник, говорили наши прабабушки. В этом смысле мы можем сегодня только делиться с нашими слушателями теми знаниями, которыми обогащены с нами сами, предоставляя им свободно усвоить, разобраться. Мы апеллируем к нравственному чувству человека, то есть совести, умению различать добро и зло, а власть что-нибудь и останется. И у меня есть глубокое убеждение, пока там раскачается наш дорогой Минобрас, не путать его с Минотавром, пока дойдут до мысли, что нашу молодежь нужно действительно, с первого по одиннадцатый класс какие-то тепличные в нравственном отношении поместить условия. Если ты педагог с большой буквы, если в тебе живет материнское и отеческое начало, если ты смотришь на чужих детей, как на своих, да тебе любовь подскажет, какие же аксиомы твоего духовного нравственного опыта, ты должен постараться вживить в раскрытые сердца и души твоих собственных питомцев. Говорят, что православное миросозерцание удобно умещается в такую формулу мир, который создан нашим создателем. Ну, есть такие чудики, которые верят в теорию большого взрыва, это, так сказать, каждому как нравится, но я до сих пор не понял, как из большого взрыва, вот террористы сейчас взрывают в Париже в аэропортах свои бомбы, как из большого взрыва вдруг этот прекрасный чудесный мир, эта красота, где все имеет печать совершенство и ласкает взор, как это вселенский взрыв, у нас тут вот тайфун недавно прошел, почти что взрыв, те, кто верит в такое само возникновение мира, должны были бы сказать, вот прошел тайфун, и у нас появился новый ледяной дворец, дворец бракосочетания, храм, все вот тайфун вот прошел, и вдруг явилось, как в сказке, из ничего вся эта красота. Так вот, этот мир, человек, который занимает в мире центральное место, и, конечно, тот, кто нас видит, и слышит, и любит, и мысли наши знает наперед. Начнем с мира, который созерцает малое дитя, у нас, кстати, в Москве, сейчас, и не только в Москве, в Екатеринбурге, очень молодое направление русской традиционной школы, взято за основу труды Ушинского, гениального педагога, немножко переработанные. Ушинский как раз в своем курсе родное слово, последовательно методом концентрических расходящихся окружностей раскрывает предребенком Богом созданный мир, начиная от интерьера твоей спаленки, или сеней, или гостиной, а затем мы выходим во внутренний двор, выходим за околицу, и у этого замечательного педагога вот так из класс в класс ребенок шествует путем родной речи, начинает обретать способность созерцать все многообразие мира во всем его многозвучие и красках. Сегодня, когда мы общаемся с самыми маленькими или со средней школой, нужно учесть, что дети, особенно наши столичные, они как будто лишены витальной жизненной силы. Папа – это библиографическая редкость. Папа занесен в Красную книгу природы. У кого-то папа – это что-то постоянно на стране далече, в перманентной заграничной командировке находящейся. Мамы со своей гиперопекой часто выбиваются из сил, и жнец, и швед, и всех дел хитрец. Маме не хватает позитива. Мама милая как загнанная лошадь – любимый образ Федора Ивановича Достоевского из романа «Преступление и наказание», такая там была мама Соня Мармеладовой и «Согнанная лошади». Мама желая чего-то добиться от детей, к сожалению, забывает, что улыбка – это плак корабля. Дружба начинается с улыбки. И журец детей и срывается у нее нервические реакции, приходящие в астероидные дети, не могут выдержать ора, крика, постоянного диктата, недовольство. У них проявляются тоже невротические реакции, тики, подергивания, дрожания конечностей, туловищей. И вот вы знаете, когда вы приходите к детям, все равно, пусть это подмороженные, но это цветы нашей жизни вы чувствуете сердцем физкультурник ли вы, преподаете ли вы природоведение, преподаете ли вы алгебру а плюс б в квадрате равняется а в квадрате плюс два в квадрате. Вы чувствуете, что ваша сверхзадача, если только сами вы не сухарь, не тертый калач, не человек в мундире и кутляре, не ионыч Антона Павловича Чехова, вы чувствуете, что ваша задача заключается в том, чтобы теплым дыханием любви хоть чуть-чуть отогреть сердца наших подранков, хоть чуть-чуть гармонизировать их восприятие мира, действительно указать им направление в мир прекрасного. Педагог это Герда, которая кая утянутого в снежное королевство не своими речами, не силогизмами и доказательным умозаключением, но слезами оживила и вывела его из этого царства снежного и темного одновременно. И вот мне очень нравится слово песни «Как прекрасен этот мир, посмотри». В этом смысле я бы провел знак равенства между уроком природоведения и уроком закона Божья, потому что и солнце, и луна, и море, вращаясь, свободная стихия, и трава, мурава, и все, что открывается нашему взору, все это есть свидетельства о гармонии, о любви и красоте, да, собственно, то, что написано в учебнике «Мир и я». Важно только оживить, оживотворить то, что мы детям возвещаем, нашей собственной энергией, теплоты, благожелательности, приветливости, радости. И думается, что критерий успешности педагога очень такой ясный и простой. Если ты в общении с детьми сам черпаешь вдохновение, если ты, видя их глазки, внутренне обновляешься и окрыляешься, если тебе доставляют удовольствие семена разумного, доброго и прекрасного сеять в их сердца, значит, ты на своем месте. Ну, а если ты чувствуешь себя выжатым лимоном, если ты испытываешь преждевременную усталость от жизни, если все в этих маленьких насекомых двуногих тебя раздражает, иди в методический кабинет. Главное, подальше от детей. Ты, может быть, там раскроешься как замечательный теоретик и пойдешь по степеням известным. отдадим тебе Курсинки Ливанову послушание. Ливанов сейчас торгует брюквой с Украиной и очень там себя нашел. Наконец-то он чувствует себя в своей тарелке. И поэтому я, в общем-то, очень люблю абстрактные разговоры. Буду вам немножко рекламировать какие-то книжечки. Вот у меня две книжечки, одна называется уроки жизни, другая скрытые камеры. Здесь, собственно, не методические указания, а не ежику понятны цель урока, задачу урока, вопросы на сообразительность, что же мы прошли, подведем итоги. Но здесь сама ткань о маминах глазах, о цветах. Представьте о цветах. Вы потом посмотрите, господа, после нашей беседы. Однажды, это я сейчас иллюстрирую свою мысль, как преподавать нравственные дисциплины самым маленьким. Однажды в 90-х годах, это был 91-й год, я был еще молодой и красивый, ко мне подошли киношники, говорят, отец Артемий, мы хотим сделать вас участником проекта. на первой программе еще советского телевидения у нас сейчас вместо сказок спокойной ночи малышей, вместо передачи, у нас новая передача по существу все та же, праздник каждый день, и мы хотим вам предложить один день укладывать малышей спать. Вы согласитесь, я был молодой, горячий, как конек карбунок, а он, помните, нырял и в кипящие воды, и в молочные какие-то источники, и говорю, да, конечно, но мы только не сможем вам заплатить, вы знаете, не в деньгах счастье. Передо мной раскрылась перспектива, что от порта находки до Кёнигсберга шестая часть суши под названием Советский Союз, знаете, как песня Алименщиков, наш адрес не долг и не стыдится, наш адрес Советский Союз. И вот передо мной раскрылась перспектива, ну, батюшка крутой, какой-то, раскрылась перспектива детям вместо бабушки в окошке, батюшка в окошке. И мы записали 12 передач. Из них 6 передач прошло. 6 передач, которые потряслили. Мы зарубили, потому что всколыхнулось. Я помню комсомольскую правду, где мне досталось передавиться. Помню голос Америки, почему-то даже там стали мистер твистер и премьер-министр рожать беспокойство, что батюшка укладывает спад советских малышей. И я сейчас просто воспроизведу вам маленький урок. Мне сказали на телевидении, батюшка, ну, вы должны понимать, вас будут смотреть и в Самарканде, и в Ташкенте, и в Вильнюсе. Вы понимаете зыбкое почву, вам нельзя никого обидеть, вы поэтому как-то вот так укладываете спать, но без ярко очерченных реалий, чтобы не обидеть детей какого-нибудь Делай-Ламы или какого-нибудь Равина, я говорю, не беспокойтесь, я учитель, профессионал русского языка, литература, был в группе продленного дня воспитателем, играл там в детей-пограничников, я был пограничником, а мальчики шли на меня, я думал, было их переловить, нас разделяла лужа большая, это был первый год моего преподавания, и я пришел в свадебном венчальном костюме на первое свое дежурство в группе продленного дня, матушка моя, супруга, директор общеобразовательной школы, когда я пришел после первого урока, она говорит, это что за чудо в перьях, вообще же, знаете, жениться на директоре школы, я не советую, но мы с матушкой начинали как на пятом курсе студенты, если бы я знал, что она будет директором школы, ну не буду развивать этих опасных мыслей, вот здесь, дорогие друзья, книжечка, которая посвятилась маме, называется она «Учебник жизни», это не учебник, а это задушевный разговор с мамой, бабушкой, с ребенком, вся жизнь человеческая, от пребывания под сердцем мамы, до исхода в вечную жизнь, вот материал этих наработанных уроков, и первая программа, у меня 10 минут, я должен ложиться в 10 минут, я решил пойти по такому пути, а вот выберу-ка я какую-то сказку, и эту сказку, всем знакомую, золушка, снегурочка, дюймовочка, красная шапочка, дай-ка я ее перескажу так, чтобы никого прямо не назидая, сугестивно, подстудно, какие-то добрые вещи рассказать, может, я вам просто прочитаю и скажу, а? Вы не против? У нас как бы сегодня открыт урок, сейчас-ка я ее найду. Называется она «Это сказка про красную шапочку». Вы знаете, получилось, потому что в моей версии красная шапочка шла с корзинкой и пирожками для бабушки, и она сошла с дорожки и увидела лук с цветами. Там цвели ромашки, там был колокольчик, наклонивший головку свою, долу, там был шиповник, и красная шапочка стала беседовать с цветами, а каждый цветок делился с нею какими-то своими тайнами. например, ромашки на вопрос красной шапочки, почему у них в центре их композиции вот солнечный такой круг? Они говорили, потому что человек создан для радости, которой он должен делиться. Я был сам так доволен своей творческой фантазией, да и зрители, можно сказать, вот сейчас прошло уже с тех пор, уж я не считаю сколько лет, 25 лет куда-нибудь приедешь в урочище Медвежья, приходишь домой, все-таки пообедать нужно, тебя пригласили, в России батюшка голодного не останется никогда, и говорит, вы отец Альтимий, это вы укладывали меня спать, 25 лет тому у нас вы да, вот, у вас поесть что-нибудь есть? Батюшка, наши закрома ваши, вот, но ни в счастье, ни в еде, а давайте-ка поближе к сказке, вот она, называется она знакомая, хорошо знакомая нам сказка, вот, 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 убежала, не люблю электронные носители, так что же, представьте себе через день, представьте себе через день в комсомольской правде появляется статья на разворот, это вы мне дарите телефон, мне чужого не надо, у вас модель 5, 5-й айфон, а у меня 6-й, я батюшка с тинькой, и вот, появляется статья, отец Георгий, не поверите, не трогайте грязными руками красную шампочку, конечно, для меня это была травма, а что за грязные руки, вы послушайте, пожалуйста, называется добрая сказка, вот, мне кажется, на этих сказках мы и должны видеться учить хуму-разуму, это и есть основа духовной нравственной культуры в обрамлении родного православия, но оно здесь имплицитно сокрыто, я буду громко говорить, но это профессионально, а вас я выбираю бабушкой, которой я иду как красный шампочек, прекрасно, больная весна, как нерассказанная сказка, тепла, светла и весела, любезна людям ее ласка, прохладный тихий ветерок, и освещаем, и освежающие росы, пришел из сказки наш и срок, мы вас послушать ее просим, нужно сказать, что наше слово, живое слово, это главное орудие прогресса. Наших детей сегодня нужно вынимать как полудохлых каратиков из компьютерного зазеркалья, и если мы не будем интересны нашим детям, если они не будут стремиться к вербальному, устному с нами общению, значит, горе нашим трудам и горе нашим потугам. в один прекрасный и ясный день родительница кличет дочку, скорее шапочку надень, вот пироги в лукошке, срочно в деревну к бабушке, ступай, знакомую тебе тропинкой, а ближе к вечеру на чай мы ждем тебя. смотри корзинку ты ненароком не оставь, ее груди мать привлекала, благословение препода, за тын девчушку провожала. Немедле дочь пустилась в путь, лежала через лес дорога, может, как сделать все это? Уж полдень, хочется вздремнуть, пора мне отдохнуть немного, лужайку девочка нашла, лукошка на зиму пустила, и в нежные объятия сна упал, на мураве почила. Между прочим, очень продуктивно маленьким детям, еще дошколятам, читать прозу, поэзию. Есть такие родители, которые всю классику выборочно успевают детям до школы прочитать. Я заметил, что у этих детей совершенно особый мир личности. Они без труда свои мысли воплощают в слово. У них уже, ну, может быть, нельзя говорить о стиле ими выбранном, но они уже имеют какие-то, знаете, защитные слои против новояза, против вездесущих блинчиков и иных изделий, мучных, которые сегодня у детей на кончике языка вертится. Прошло, быть может, с полчаса, ресницы дрогнули девчушки. С улыбкой, раскрыв глаза, увидел дубов верхушки и сквозь дрожащую листву лучи полдневного светила. На девственном лесном лугу не слышно хоровод водили рожденные землей цветы. Дальше главные герои сказки выводятся ромашки, синий колокольчик, шалфей, шиповника кусты, а у ручья средь мягких кочек склонила стебли над водой семейство незабудок нежных. Цветы шептались меж собой, и только ландыш белоснежный молчал, зеленые крыла на землю, опустив устало. От раковицы ото сна его, ее сковавшего воспряла, и удивление полна, с цветами завыла беседу, забыв, что бабушка ждала ее с гостинцами к обеду. И вот дальше идет диалог, с цветами, я не имею права все это вам пересказывать, но кратенько. Перед преддевочкой в льняных же обо ромашки, встав на ножках тонких, качаются. Отчего у вас сияет словно солнце середка, ваши лепестки лепестки, как будто сотканы из снега, смеясь, ответили они, в нас нет печали, нет инеги, мы оду радости поем, и знаем вкус благодарения, достоинство свое блюдем. памятник из чистого золота, если бы она на выпускной бал представила своих детей, и все они были чисты, получив аттестат зрелости, как путевка в жизнь. Ну вот, примерно так. Продолговатое крыло скрывало ландыш серебристый, а чепчик оттенял лицо своей в тени, росой прозрачный освежен сохранить, ведь с детства Богу посвящен я, а потому один таюсь под сенью крыльев херувимских, и за тебя я помолюсь, дитя, цени свою невинность, она крылами за спиной раскрывшись устремляет в небо, душа твоя пусть образ мой запомнит и тихонько следом идет прощай кивнув главой цветок вдруг уронил росинку звук мелодичную струной привел в дрожание травинки утомляет утомляет вас не буду но что бы это была за сказка если бы дорогая бабушка я не вывел в финале серого волка я вас не утоню а ну вас нет а народ безмолв проволка давайте не будем друзья здесь от наших детей скрывать драму жизни между прочим я вполне реально оцениваю как меня слушает кто и как дело в том что народ настолько отвык сейчас от непосредственности в общении от задушенности в интонации особенно когда речь идет о какой-то переквалификации подтверждение аттестации повышение профессионального уровня что люди уже приходят у них уши трубочкой давно свернулись а тут понимаете какие-то с какой-то лирикой батюшки вот волк в евангелии кстати сказано волки часто приходят в овечьей шкуре в этом смысле доверяй да проверяй и наших детей нужно научить различать поверхность от содержания вот сейчас нам пришло в Москве от определенных инстанций предупреждения в определенных губерниях России какие-то гады наверное их переловят скоро они детям предлагают до вас я надеюсь не дошло жвачки чуингам и под красивой жвачкой свинепухом сокрыто то ли с пальцем то ли наркотики привыкание до чистого организма ребенка с первого раза и эти опасности просто в столицах вот они клубятся мы в свое время застольное брежневское вообще такого не слышали у нас и матом-то ругались только в подворотнях куда мы не заглядывали сегодня время другое неужели я буду такого волка ужасного детям спокойной ночи малыши предлагаю нет конечно читатель спросит где же волк необходимый для развязки мы помним серый уволок дитя из нашей русской сказки в свой мрачный непролазный лес все это время у лужайки имея шкурный интерес волк внешне безобидным зайкой в орешенке губцом сидел цветов внимая откровению и умягчившись расхотел похитить жертву для съедения я считаю что мы не должны отягощать наших детей негативом как это светлее все таки расхотел съесть красную шапочку на клацанье его зубов без страха шла траковица дружок не хочешь пирожков спросила приподняв ресницы а у нее ресницы были как малины но не сладные а с чем девчонка пирожки одни с малиной часть с повидлом дружище серое возни откажешь мне не обидно ты волк привык в другой еде ты всем известный платоядный но не читала я нигде что при общении все таки я красную шапочку женщину в хорошем смысле слова сглотнув слюну смутился зверь и всеми пастью улыбнулся я буду есть траву поверь не зайчик ли во мне проснулся хвост опустив к себе домой ушел голодный но счастливый зато остался волк живой охотники стреляли мимо опрочем умолчу друзья как бабушка пошла навстречу и внучку скоро у ручья с лукошком старым заприметив ее ни в чем не укорив неспешно проводила к маме с вареньем из садовых слив попили чаю а с цветами неспешный милый разговор навек запомнился девчушки ромашек белых чудный хор еще звенит на той опушке после этого комсомольской правды я получил не трогайте грязными руками красную шапочку за правду ведь и пострадать можно правда дорогие друзья утомляться мне не хочется мы уже по существу перевыполнили не то что выполнили а перевыполнили поставленный перед нами Елена Алексеевна план мы монтажники высотники нам море по колено мы праздник вернее будни превратили в праздник для того чтобы вы не посетовали что я не раскрыл тему до конца хочу обратиться к человеку буквально в нескольких словах в чухуевке слыхали вы такой центр культуры приморской я общался с детьми в третьем классе дети были восхитительны как мы сегодня Елена Алексеевна выяснили они всегда и везде прошли и вот вышел мальчик в десяти лет и я говорю ты теплый это значит что ты не просто тело дети вы согласны что этот милый Мишенька просто кусок мяса они говорят нет не согласны Миша ответь что же у тебя там внутри сокрыто в твоем теле он говорит ребра ребра и вы знаете он прав конечно даже на Руси была такая пословица Бог не в бревнах а в ребрах но правильно выражается недобитая не добитая Владимир Чум Ленин интеллигенция Бог моей душе конечно уж если где быть Господу Бога посокроваться в человеческом человеческой душе и умение видеть в ребенке живую душу и умение ему дать понять насколько прекрасна человеческая душа как вот эта самая ромашка или ландыш и не просто романтика какая-то высокая но дать понять старшеклассникам что душа живущая в цели проявляет себя в трех силах ментальной умственной силы рацио эмоциональной это мои чувства помните был такой роман воспитание чувств мало развиваются интеллектуальные горизонты нужно еще лирой своей чувства добрые в человеке пробуждать а есть еще волевой центр способность к деятельности воли человека и эта воля является можно сказать движущей силой кинетикой динамикой человека и правильно развивать умственные волевые и эмоциональные центры это и есть задача православной педагогики не будем забывать еще о детекторе истины который встроен в нас и вложен создателем детектор истины совесть голос божий в человеке развлечение добра и зла а что сказать о стремлении к нравственному совершенствованию то что отличает нас от обезьяны в частности и это индивидуум животное особь ни к чему не стремится так поискать кошек его подружки и съедет банан и жизнь прекрасна но человек рожден летать не ползать и вот эти разговоры о человеческой душе о ее достоинстве иначе ненужным образом божьим это тоже умение и искусство и знания и если бы мы видели как дети оживают когда мы с неформальным но ясным и прекрасным словом к ним обращаемся если говорим с ними об их человеческом я душа в заветной лире меня переживет и наконец самое тонкое самое высокое бог я вот помню еще время когда учитель говорил дети никогда не молитесь небо глухо это было конечно преступление советской эпохи когда детям закрывали небо каким-то атеистическим зонтиком а детям стиле взрослым потому что энергия души это перпетум мобили это вечный двигатель и если душа как гейзер не устремлена к вечности если на челе человека разумного создания написано досветиться имя твое твое с большой буквы господи то в ребенке действует уже энергия какого-то коллайдера когда дети не удовлетворяясь ничем что мы пытаемся им внушить и чем занять начинают разрушать мир вокруг себя жечь кнопки в литр с помощью граффити какие-то писать непотребные надписи они бунтуют против мира в котором закрыто небо и мира из которого на них не взирает око божья вот почему мы должны быть не хуже Ивана Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевского сказавшего человек это существо которое призвано благоговить пред высшим себя началом ну не буду вас утомлять хочу только сказать что Бог очень тактичное высочайшее святейшее существо посмотрите он действительно невидим он предоставляет нам свободу мышления произволения он дарует нам ежедневно насущный хлеб хлеб наш насущный дашь нам гнезд но он нас не берет за шиворот как Троцкий пытался железной рукой вогнать все человечество в перманентную революцию господь отец который ждет когда его дети свободно к нему повернутся а как это бывает последняя история которую я вам расскажу и будет фенита по моей идее сапиенти сад мудром достаточно очень хорошее измечение на чистой латыни сапиенти сад мудром достаточно однажды будучи уже преподавателем московской духовной семинарии и академии я преподавал языки после того как молодым специалистом отработал еще в советской школе был приглашен туда таким довольно известным Андреем Кураевым он учился на философском факультете я на филологическом и вот как молодой преподаватель еще в светском костюме в том самом свадебном венчальном после игры с пограничниками матушка отправила меня не матушка а супруга и тогда химчистку вот я устав после урока по стилистике русского языка а семинаристам нужно обновлять эти знания уже тогда они приходили с каким-то ослабленным знанием русского языка помните знаете в священном писании ветхого завета есть книга Иова и в книге Иова этого древнего страдальца которому явился бог и утешил его за все страдания земные есть образ выведен образ это очень художественная и красивая речь бегемота это был символ силы могущества и вот один семинарист мальчик из провинции конечно домашние задания я дал поразмышлять над этим образом из книги Иова он символически аллегорически написал бегемот бегемот более сложное слово только винегрет и вариаций там множество и вот бегемот его кстати так и прозвали бегемот вот он я уже наверное батюшка отец бегемот и вот и вот усталый но довольный а знаете когда потрудишься говорят что педагог он как дирижер если вы знакомы с симфонической музыкой среднестатистический дирижер у меня например есть знакомый дирижер Федосеев православный человек очень культурный все время в Японии все время в Норвегии но дирижер исполняя концерт Петховена помните СССР СССР и СССР и Калкоз и СССР и Калкоз он теряет не поверите до двух с половиной килограмм целлюлозы то есть никаких не нужно даже диет хотя раздельное питание нам помогает мне кто-то вот сегодня спросил батюшка как вам ваши 85 сохранили намек на фигуру на этот счет на этот счет на этот счет есть тоже различные рассказы я сейчас вернусь к рассказу о том как мысль о Боге плавно входит в сердце ребенка был один батюшка вот такой же как ваш отец Георгий юноша стройный гриша добросклонов как тростиночка не задевайте плечо может переломиться на двое и матушка у него такая же и вот батюшка всегда приглашает батюшка осветите нам нашу дачу батюшка скажет какая удача поехали батюшка а вы придете к нам у нас городская квартира надо переосветить потому что я мужа так наругала недавно там топором висит низкопробная лексика я чувствую физически приедем осветим и вот всегда стремятся батюшек покормить вот это у нас такой крест отец Артемий полный обед ждет вас в центре повышения гунификамплей я говорю простите я только что пообедал они говорят вы что брезгуете да нет я не брезгую и вот соглашаетесь и один батюшка вот такой как отец Георгий сначала тростеночкой был просто вот колосок а через 5 лет у него уже пуговица сначала он переставлял рясы кстати батюшки похожи на луковица смотрите ряса превращается превращается ряса вот все то же самое и так 4 раза и вот батюшка никогда не отказывал боялся вот этих заглянаний так вы приедете и он на 5-й год очутился в той самой квартире а видимо жена постоянно ругала мужик нужно было снимать эту вольцеву дугу и батюшка уже был 58-го размера ряса и он уже заранее отодвигался от стола потому что у него вот у нас это называется не пузо а петушковые мышцы и вот он когда начинал раздаваться как шарик он заранее уже знал расстояние когда изменялся объем его чрева и все-таки утеснилось его чрева он вздохнул и увидел фотографию пятилетней давности где он стоит с хозяевами тоненький и воскликнул талия талия где моя талия вопрос явно риторического характера не подразумевающий никакого ответа хозяева сразу прекратили разговор воцарилась тишина и вдруг в этой тишине как сейчас у нас откуда-то из глубины его гаста энтрологии послышался голос уплыла виталии но я это шутка я возвращаюсь к своему повествованию и мы заканчиваем этим повествованием сегодняшний наш научно-практический семинар в полевых условиях я пришел усталый в гостиницу где жили преподаватели семинарии академии а там одна старушечка милая как яблочко такое печеное вот такие старушечки они на вес золота потому что в основном были старушечки комсомолки 50-х годов в церквах они грехи замаливали после общественной своей работы и чем больше времени они проводили в храм тем больше у них какая-то вот такая черная меланхолия развивалась и от таких старушечек мы обороняли наших прихожан в 90-е годы сейчас они старту небесную я перемерли уже спят вот и можно в храм смело ходить там один позитив у нас и я сижу Артемий Владимирович на вас лица нет что ж вы такой пледенький что ж у вас такие холодные руки попробуйте мои руки пожалуйста а вы знаете почему знаете почему кесарем мы у мамы близнецы и если естественными путями ребенок не прошел а его вынимают то у него вегетатика как-то включается полно и поэтому у меня единственный способ согреться либо взять хорошего человека ой какая сила какое сердце вы просто карман суета вот и вот она мне говорит чайку то попейте родной вы просто по матерински вот такие бабушки были и есть но остались только в приморье сейчас меня покормили эти бабушки отца духовной дочери одной девин 84 я говорю молодая еще она говорит батюшка до стата доживу я говорю 115 вам светит и когда мы прощались они говорят отец Артемий можно вашу ручку поцеловать и мне ручку протягивают и я смотрю тыщенка я думаю ничего себе приморские бабушки вот и вторая подходит тыщенка я даже испугался у нас 100 рублей и не допросишь я сразу отцу отец я сразу отцу на восстановление храма это все передал ну бабусе и вот и вот дорогие друзья я заканчиваю я пью чай она говорит батюшка мне отвечает на вопрос о том как говорить о том кто нас видит и слышит и любит ведет по этой жизни не нарушая нашей свободы но простирает нам объятия со креста она говорит батюшка ой Артемий Владимирович вы знаете я всегда боялась Господа Бога я говорю как это боялась ведь сейчас одни фобии мы боимся разбойников боимся инфляции боимся нового министра образования слава Богу повезло всего боимся как в мультфильме гром гроза брундучок зайчик идет что ты здесь делаешь боюсь давай бояться вместе вот такой сейчас народ у нас в столице я говорю как это вы боялись а вот так мы жили под колонной в собственном доме до войны мама у меня была такая царство ей небесное никогда без дела не сидела то шьет кто-то то готовит то читает я вот вся в маме действительно пример заразителен а я на печке такая ягоза пятилетняя или четырехлетняя девчушка под стеганом одеялом на теплой печке кстати лучшая против артроза невроза сколиоза от воспаления хитростей печка русская это чудо там даже мылись где-то в этой печке не знаю как умещается и вот у нас ломбанка всегда горела перед образом спасителя и я играю в себе со стеганом одеялом смотрю и боженька на меня издалека взирает и пальчиком вот так вот мне как погрозит это все внутри себя это не диалог был я на боженьку смотрю а боженька мне говорит Маша все вижу будь хорошей девочкой а лампадка горит а лучи исходят от лампадки и боженька как израиль свет таком мне как бы является ну я была озорная не поверите решила я про себя дай-ка я боженьку обману я сейчас спрячусь под стеганное одеяло пережду полминутки боженька отвлечется на что-то дел-то у него много а я сделаю маленькую дырочку и на боженьку посмотрю когда он смотрит в сторону спрятался под одеяло не дышу сердце бьется все-таки с боженькой шутки плохи сделала дырочку через 30 секунд смотрю а боженька через дырочку на меня смотрит мавша я девять я в такой завиру с тех пор говорит я хожу при лицом господа я говорю ишь что а говорит греха всегда боялась ну как ну конфетку могли без спроса взять божью проси ну подождите подождите ну до замужества позволили поцеловать себя жениху батюшка да окстись да как можно ну а муж если может быть возвращался домой под шофер ну то есть чуть-чуть подогреты уж могли ему высказать да нет я сначала посажу ему лицо-то умною его покормлю а потом уж души начинаю и я знаю по опыту насколько кристально чиста у таких людей жизнь прямая светлая надо сказать и грешить было некогда надо было страну восстанавливать до детей и подымать но вот это чувство везде присутствия дворца который и в солнечном свете и в чистом воздухе и в движении ветра являет нам свою влажность вот тот позитив который мы можем из-под воли тихонько делиться и не важно татарчата или малазийцы русские или евреи но нравственное чувство оно привито любому ребенку от рождения и уметь от избытка сердца говорить детьми это искусство которое мы должны обладевать господа если кто интересуется литературой и поэзией для педагогов гуманитариев вот у меня книжечка это 50 посвящений русским поэтам среди них вот видите Булат Апуджава Высоцкий начиная от Пушкина и кончая Евтушенко думаю что с детьми хорошо говорить и собственным языком любовь и вера как не ошибиться в выборе жениха сегодня четыре маленьких трагедии размышления особенно Дон Гуан меня поразил потому что там прочитать эту книгу и понять как в общении с женихом это хорошо жених держать мужчину на расстоянии вытянутой руки вот единственный способ понять что у него на сердце если он руки со спиной держит и говорит я вас люблю любовь еще быть может моей душе угасла не совсем но пусть она пока вас не тревожит пока он не положил свое движимое и недвижимое имущество к вашим тропам а сверху свое пылкое сердце я не хочу печать вас ничем и книга воспоминаний о священстве экземпляров простите немного но вы знаете столичный вальс вот здесь мне 35 сейчас 85 да да и здесь вы знаете интересные встречи интересные встречи замечательными деятелями русской культуры Михаил Иванович вот он милый здравствующий наш Николай Караченцев знаете через руки батюшек кто только не проходит последнее что я вам расскажу когда Медведев был президентом к нам приехала в гимназию в Бекретарь Москве его жена Светлана Медведевна Владимировна она обаятельная женщина она преподаватель прекрасно общается с детьми и вы знаете было так вот и смешно и грустно она пришла в первый класс кстати подготовка у них замечательная она всех детей уже знала по имени ФСБ ФСО она изучила дела детей с детьми общалась с первоклассниками как пусть она их знает хорошо она такая знаете приветливая улыбчивая я так Шанель 0.25 ну бачки таксисты они знают жизни определяют тройной водиколон и вот знаете я старался поживее Светлана Владимировна пожалуйста проходите вот наши дети задавайте им любые вопросы а училка молоденькая после педы университета у нее случился столбняк видимо непривитая была и она 45 минут вот стояла не шелохнув же Светлана Владимировна апеллирует с ней какие у вас милые дети вот вы не согласны со мной и особенно было смешно когда урок закончил я очарована вашими детьми я надеюсь мы еще с ними встретимся она к ней наклоняется Светлана Владимировна и целует ее щеку это вы не обижаетесь это так надо показать а та и на это не среагировала я провожаю Светлану Владимировну на улицу это знаете за Москворечью самый красивый район Москвы большая ордынка провожаю ее через площадь она является покровительницей этой обители комитет там благотворительный и вот я ее видел по площади ну везти нужно даму тоже аккуратно вы ей руку так предлагаете она сверху вот вы идете там тарам пам пам она говорит батюшка благодарю вас я наверное теперь сама отойду я говорю я могу быть спокойной она говорит да я ей говорю до свидания Светлана Владимировна она говорит с Богом вот так так что ничего не бойтесь побед будет за нами дорогие друзья позвольте мне завершить эти наши студии благодарю вас Елена Алексеевна за вашу мирную инициативу нам было сегодня хорошо и я надеюсь что педагоги не скучали всем успевать что все нет вопроса потому что уже по маленькому не будет спасибо 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 спасибо